Как привлечь молодых специалистов на село? Можно ли бороться со стихийными свалками? Кто будет отлавливать бездомных животных? Эти вопросы мы обсудим с председателем Комитета по аграрной политике, природопользованию и экологии Законодательного собрания области Владимиром Сипякиным. Сегодня он гость в нашей студии. Владимир Владимирович, здравствуйте. Добрый вечер. Итак, я знаю, что сейчас вы работаете над законопроектом, который регламентирует работу с бездомными животными. Скажите, на кого вы хотите возложить эти полномочия и кто будет отлавливать четвероногих? Эти полномочия необходимо возложить на муниципальные структуры. Все мы знаем, что, особенно в районах, большое количество бездомных собак. А есть болезни общие для бездомных животных и человека. И прежде всего, это такая страшная болезнь, как бешенство. И вы знаете, что в нашей области были зафиксированы несколько случаев смерти от этой ужасной болезни, передаваемой от животных. Поэтому основной упор будет сделан, конечно же, на то, чтобы муниципальные власти взяли на контроль отлов содержания, транспортировку данных животных, вакцинацию, стерилизацию для того, чтобы навести порядок в этой сфере. Мы ведь знаем, что у нас одна из основных проблем – это отсутствие приютов для четвероногих, для бездомных животных. Вот как с этим мы будем бороться? То есть, где будет передержка, кто будет их вакцинировать и на какой площадке? Вы знаете, вместе с передачей полномочий по данному закону муниципальным структурам будут передаваться и деньги. А, соответственно, если есть деньги, то появляется и степень ответственности у муниципальных структур. Поэтому необходимо будет наладить систему и содержание, как я сказал, данных животных. Для этого надо будет поработать, конечно, с предпринимателями, которые и организуют на местах с помощью вот этого дополнительного финансирования содержания бездомных животных. Но все-таки, если мы будем просто животных брать на прививки и на передержку, мы не решим проблемы с бездомными животными. Скажите, законопроект предполагает, скажем так, истребление четвероногих? Конечно же нет. Конечно же нет. То есть, предполагается истребление тех животных и уничтожение, как я сказал, тех животных, которые больны неизлечимыми болезнями, которых невозможно вылечить. Но самая главная направленность данного проекта будет направлена на то, чтобы обеспечить вакцинацию и стерилизацию животных, чтобы ограничить количество тех бездомных животных, которые бегают по улицам наших городов. Еще одна проблема нашего региона – это стихийные свалки. Скажите, можно ли на законодательном уровне как-то с ними бороться? Вы знаете, сейчас мной лично разработан проект федерального закона и отправлен в Совет законодателей при Федеральном собрании, для того, чтобы его проанализировать. Этот проект говорит как раз об этой проблеме. Он говорит о том, что необходимо ввести лицензию для тех, кто собирает мусор. То есть, условно говоря, те машины, которые ездят по нашим населенным пунктам и собирают этот мусор и потом отвозят на свалки, сейчас они лицензии не подлежат. Что очень плохо, потому что мы понимаем, что если это серьезные компании, такие как УНР-17, такие как Сити Клининг, эти компании, конечно же, наводят порядок в собственной структуре, они контролируют и отвозят весь мусор на свалки, на полигоны. Но небольшие компании, особенно в районных городах, собирая мусор, имея 2-3 машины, отвозят его в лес. Отсюда и появляются несанкционированные свалки, которых огромное количество было в нашей области. Сейчас порядок, конечно, с каждым днем становится все лучше и лучше. То есть, мы контролировать их не можем, да? Да, эти компании мы контролировать можем через систему отчетности. Но лицензии позволят упорядочить эту работу, позволят создать определенные системы в их работе и определенные стандарты в их работе. И тогда, естественно, количество несанкционированных свалок станет гораздо меньше. А ведь что такое свалка? Когда мы с вами проезжаем, например, и видим свалку, каждый может подумать, а если выгрузится 2-3 машины где-нибудь в лесу, что это какая-то санкционированная свалка. И человек просто бросит туда этот мусор и поедет дальше. Таким образом, уменьшение количества несанкционированных свалок приведет даже психологическое население к тому, что нельзя бросать вот этот пакет в лесу. Еще один вопрос. Владимир Владимирович, уже принят закон, который позволяет региону поддерживать молодых специалистов, которые приходят работать в сельское хозяйство. Скажите, пожалуйста, что это за меры поддержки, насколько они эффективны? Вы знаете, это был блок законов. Первый, как вы сказали правильно, поддерживал именно молодых специалистов. То есть мы проиндексировали им разовые выплаты при трудоустройстве на работу. Эти разовые выплаты, я не буду говорить цифру, они касались людей с высшим образованием, со среднетехническим и с различными категориями других образований. И суммы были, начиная от 100 тысяч рублей и чуть ниже. Разовые выплаты при трудоустройстве молодым специалистам. Мы их проиндексировали в связи с тем, что инфляция, мы знаем, в нашей стране есть. Но кроме этого, этот блок законов касался еще и людей, работающих на сельхозпредприятиях и в социальной сфере на селе. Что было раньше? Раньше человек трудоустраивался и должен был отработать 3 года, и тогда ему предоставлялся бесплатно земельный участок для строительства дома. Сейчас мы понимаем, что вообще труженики села – это герои. Потому что тяжелейший труд, вы сами прекрасно понимаете, одно дело – работать в городе, второе дело – работать на селе. Хотя сейчас с каждым днем мы видим, что в области происходит улучшение жизни. Сельские школы улучшились в этом году, вы знаете, значительно, благодаря нашему губернатору Светлане Юрьевне Орловой. На следующий год поставлена задача по клубам. Но вот это бесплатное предоставление земли для строительства дома, которое раньше занимало 3 года, теперь мы ушли в один год. То есть человек отрабатывает один год, и после этого бесплатно получает земельный участок для того, чтобы построить себе дом. А большая нехватка сейчас специалистов именно на селе? Вы знаете, достаточно большое количество. Но опять же здесь идет полномерная ситуация, и в том числе поставлена задача по образовательному процессу. В частности, сделан акцент. Знаете, у нас в Ново-Александре есть колледж, который готовит специалистов в этой сфере. И сейчас организован прямой контакт между сельхозпроизводителями и данным колледжем, чтобы ребята, которые заканчивали данные образовательные учреждения, потом сразу трудоустраивались, а не просто искали место работы посредством, так сказать, свободного поиска. Спасибо вам большое за интересную беседу. И я напомню только, что вам беседовали с Владимиром Сипягином, председателем комитета закладательного собрания Владимирской области.